Студенты изучают расписание. В школе были уроки, теперь они будут ходить на пары. Эвелина из Анапы. Она поступила в колледж, чтобы стать учителем младших классов, продолжить династию. Я решила сама. Мне нравится, я люблю детей и хочу научить их что-то новому. Бабушка Эвелины ведет уроки технологии. Мама тоже педагог начальных классов. Алла Рудакова сама получила диплом в этих же стенах в 2001 году. Сегодня здесь будут преподавать уже новые подходы к образованию. По словам мамы, учиться всегда проще, чем переучиваться. Но в образовании есть и постоянные величины. Кроме того, дочь с ранних лет видела, как она проверяет тетради, помогала проводить праздники. Кое-что уже знает в теории. Ну, например, как проводить родительские собрания. Или как проводить, например, групповые мероприятия. Или как должен строиться урок, например. Тот же самый по новым стандартам. В этом году набрали дополнительную группу будущих преподавателей младших классов. Всего на дневное и вечернее отделение поступили более 400 человек. Примерно на 50 больше, чем в прошлом году. Появились специальности лингвистика, изобразительное искусство и дополнительное образование. Специальности не закрываются. Наоборот, с каждым годом востребованность все больше. Потому, насколько идет востребованность в профессиях. То есть мы сотрудничаем с центром занятости. Мы видим вообще в целом обстановку в стране, в городе, в крае. И те направления, которые востребованы, мы, конечно, стараемся тут же реагировать. На сегодняшний день педагогическое направление, оно востребовано. То есть самая большая группа, набор, самая большая группа преподавания в начальных классах. 35 человек пришло в эту группу. В ближайшем будущем здесь готовятся к открытию специальностей, связанных с информационными системами и сетевой безопасностью. Речь идет не об условных программистах, как это было еще лет 15-20 назад, а именно о квалифицированных технических специалистах, востребованных на рынке труда.